Где-то в этой ледяной пустоши обнаружили зомби, поэтому мы отправились за находками во льдах. Черт возьми, да это же признак зомби! Черт возьми, это же зомби! Лиа, ты куда? Я иду в ледяную пустыню. Зачем? Дело все в том, что это еще один выпуск жутких находок во льдах. Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живия. И совсем недавно я узнал о том, что кто-то из моих зрителей видел вон в том направлении, буквально несколько дней назад, каких-то странных существ. По описанию он сказал, идем, что они ему напоминают не кого-то, а зомби. Поэтому сейчас я с помощью своего металлоискателя и ледяной кирки отправлюсь на поиски жутких находок во льдах. Зомби? Да. Ты сам-то в это веришь? Еще и во льдах. Слушай, когда человек напуган, он может и обычного бомжа спутать с зомби. Вот именно. Но мы должны это так или иначе расследовать. Без внимания мы это оставлять не можем. Сам подумай, кто посреди ледяной пустыни будет оставлять свои следы. Просто так ходить, да? Не думаю, что это все просто так. Возможно, здесь действительно присутствует какая-то мистика. Пойдем по этим следам. Я активирую свой металлоискатель, потому что это уже похоже на какие-то улики. Не знаю. Включаю. Будем исследовать все, что мне будет казаться подозрительным. Здесь пока нет. Осторожно, убери свои ноги от следов. Здесь фонит. Что это? Пока непонятно. Что-то красное, черное. Берегись, оператор. Такая же кирка? Невозможно. Сейчас я это выясню. Видал? Лед не очень толстый. Эта находка здесь лежит совсем недавно. Как раз таки, возможно, пару дней, о которых мне и говорил подписчик. Оператор это топор. Топор. Это одно из самых популярных оружий для охоты. Знаешь на кого? На кого? На зомби. Так что, возможно, все это не такой уж и бред, которым тебе показался. Все это имеет место быть. Ладно. С этим мы разобрались. Давай теперь пойдем дальше по этим же следам. Потому что их все-таки можно здесь увидеть. Вот они. И они какие-то нечеловеческие. Знаешь? Или же если человеческие, то как будто бы кто-то, видишь, сделал шаг и волочил ногу. Видишь, да? Вот эти вот следы. Это как будто бы волочение. Поэтому всю вот эту местность нужно очень внимательно исследовать металлоискателям. Чем хороши находки во льдах, то что у нас никакого сигнала нигде не проходит. За исключением тех мест, где действительно могут быть какие-то жуткие находки. Так. Опа. Что-то было. Но иногда, конечно, происходят ложные сигналы. И они просто пропадают, когда там побьешь киркой. А потом снова появляются. Не очень понятно. Ну или бывает дотягивают откуда-нибудь издалека. Вот. То есть, видали, мы искали здесь совсем близко. И, видимо... Да, 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 да. Вот. Здесь добивает сигнал. То есть, вот где-то здесь. О! О, какой сильный сигнал. Так. Хорошо. Ну что, ты готов увидеть, что там находится где-то? По толще снега. Офигеть! Это что, нога скелета? Это... Это еще один признак того, что здесь был зомби. Возможно, это отвалилось от него. Или, возможно, он обгрыз чью-то ногу. Давай доставать. Только очень аккуратно. Очень осторожно. Прям как мой дедушка. Для тех, кто забыл. Мой дедушка был патологоанатомом. А для тех, кто не знает, это тот, кто... Ну, как сказать... Берет деньги с людей даже после. Если по-простому. Ну, да ладно. Это не очень приятная тема. Аккуратно. Я пытаюсь. Интересно. Мой дед так же работал. Видал, какой я аккуратный? Прям ни разу не задел. Не разу, да. Это рядом было. Черт, очень много льда. На улице где-то минус 30 сейчас. В таких условиях очень тяжело работать. Поэтому за это с вас лайк, ребята, и подписка на канал. Потому что такого вы, блин, даже в мире больше нигде не увидите контента. Не то, что там в России. На жизни я только такой необыкновенный контент. Находки во льдах. Офигеть. Да. Интересная находка. Так бы сказал мой дед. Ну, да ладно. Пусть эта костяшка здесь полежит. Мы пойдем дальше по этим следам. Потому что явно, несмотря на то, что здесь оставалась чья-то нога, следы на этом не прекращаются. Поэтому нужно очень внимательно все эти следы обследовать. И все изыскать. Так, 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 так. Но пока по нулям. Пока никаких даже намеков на то, чтобы здесь были какие-то звуки. Нет. Это странно. Так. Любопытно. Опа. Довольно сильный и громкий сигнал. Так, посмотрим, что рядом. Нет, только здесь. Только вот здесь вот. Ну, что же тут? Так. Готов? Странно. А, нет. Офигеть! Обалдеть, оператор, это пули. Это пули. Пули во льдах. Причем кто-то и выстрелил. И, то есть, это вот пуля, а это гильза. А что, она одна здесь? Я ничего не понимаю. Кто-то выстрелил или какая-то осечка произошла. Возможно, кто-то боролся с этим зомби, да? И что-то пошло явно не по плану. Вот она, пуля. Пуля находится в гильзе. И получается, вот именно вот этот кусочек металла, он и проникает во врагов. Он и проникает для убийственного эффекта, скажем так. А вот это гильза. Нет, так просто не получится. Да, и судя по всему, это так называемый самый популярный калибр 7,62, друзья. 7,62 используется в автомате Калашникова, в винтовке Драгунова и также в пулеметах Калашникова. В общем, самый распространенный калибр для штурмовых винтовок и снайперских винтовок в России. Но, по-моему, там что-то еще есть. Проверишь металлоискателю? Давай вот этим берем. Да. Что-то там еще есть. Я даже видел, если честно. С моего ракурса видно, как будто бы вон там что-то есть. Давай, я поколочу еще. Посмотрим. Потому что там могут быть еще какие-то улики. Пока не видно. Я, походу, хуже только сделал. Во! Видел? Вот, видел. Вот она. Во! А это, судя по всему, это мелкашка какая-то. И это не выстреленный патрон. То есть, это уже прям полноценный патрон с гильзой и с пулей. Но это не похоже на 9 миллиметров. Второй самый распространенный для пистолетов и пистолетов-пулеметов калибр. Вроде похож. Нет. То есть, пусть монтажер вот здесь вставит картинку 9 миллиметров. И вот с этим сравните. Ребята, это, по-моему, совсем разные пули. Этот я не знаю. Так что, если вы узнаете этот калибр, то напишите в комментариях. И, судя по всему, на зомби здесь была объявлена охота. По-моему, все сходится, оператор. Топоры, пули, оторванные ноги. Смотри, в большинстве своем следы направлены в ту сторону. Но я вижу, что кто-то как будто бы возвращался сюда. И я решил пройтись еще раз по этой местности и по этим следам, которые мы, получается, еще не искали. И вот, оператор не снимает все эти следы. Они здесь как бы есть. И это все немаловажно. Хороший сигнал здесь. Так. Что это? Что это такое, оператор? Что за жесть? Ты это видишь? Да, ну, что это? Пока непонятно, если честно. Ё-моё! Фу, как это отвратительно! Это чьи-то зубы. Возможно, зубы зомби. Здесь снова прям оторвало. Ё-моё! Меня сейчас тошнит, ребята. Ты не порезался? Зубами? Да. Ты что, обрезил? Нет, конечно. Нет. Ты, смотри, у меня. Не порезался я, все нормально. Это просто зубы зомби. Да даже если бы порезался, тут же заморожено все. Что инфекция бы попала, и все, и ты бы уже... Да иди вон! Эй, чёрт! Это очень опасно, ребята. Я провариваюсь под лёд иногда. Ни в коем случае не пытайтесь повторить увиденное. Вот, здесь очень странные какие-то следы. Кто-то будто бы обходил это место. Подожди, что это? Что тут торчит? Выглядит как-то шутковато, если честно. Да, ну. Это что, зомби? Куда? Застывший в альдах зомби! Ё-моё! Офигеть! Вот это жесть какая-то! Аккуратно? Да, очень аккуратно. А сейчас по краешку я его... Прикинь, у нас в коллекции будет свой зомби. Ну, типа, как трофей. Это ж круто. Ну, хорошо, что он, это, сдох во льдах. Да, ведь? А зомби может второй раз сдохнуть? Я не знаю. Ребят, напишите в комментариях. В это... Ну, комментарии. Может ли он сдох? Слышь, 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 слышь. Оно шевелится, по-моему, оно шевелится. Оно реально шевелится. Чёрт возьми! Этот зомби, он живой! Он живой! Он падает! Давай! Бежим отсюда! Бежим быстрее! Бежим! На подвигу! Бежим! Стой! Здесь можно провалиться под лед, оператор. Короче. Ну, я вроде ему конкретно так по башке ушатал этому зомби. Ну, ты видел, это в натуре зомби был во льдах. Нафига я его достал из-за льда? Сидел бы себе он там. Ну, походу, он уже почти и так подох. Вот, на последнем издыхании. Ну, я его добил. Ладно, давай, чтобы не провалиться, очень аккуратно с тобой пойдем. А, по крайней мере, миф этот, оказывается, подтвержден, друзья. Так что, ребят, обязательно ставьте лайки под этим видеороликом. Пишите ваши комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Штав Смылов или Живия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok